Шаббат, шалом, дорогая община. Давайте встанем, помолимся. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава называется «Китиса», и она достаточно насыщена событиями, информацией. Я вкратце сейчас перечислю. Это подготовка к службе в Скинии, это продолжение предыдущей главы. Повеление обесчисления и налогов полшекеля во искупление души, медный умывальник во дворе Скинии, масло помазания, смесь для воскурения, руководитель работ по созданию мешкана или Скинии, соблюдение шаббата. Дальше история про золотого тельца. Маше получает скрижали, народ создает тельца, диалог Маше и Бога. Маше спускается с горы, уничтожение золотого тельца, просьба о прощении народа. И возобновление завета через раскаяние народа, ковчег завета вне стана, мольба Маше, раскрытие Божьей славы, обещание вторых скрижалей, 13 качеств Бога, возобновление завета, дарование вторых скрижалей и светящееся лицо Маше. В этой недельной главе особенно коснулось моего сердца два момента. Их можно было бы определить как один – это к народу вообще, и второй момент – это к руководителям, которых Бог поставил для того, чтобы созидать тело Мессии. Момент первый. Начало недельной главы звучит следующим образом. «И сказал Господь Маше так, когда будешь делать поголовные исчисления сынов Исраэлевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет мора среди них при исчислении их». Помните, была одна интересная история, которая также связана с исчислением народа. Царь Давид, муж по сердцу Божьему, который исполняет все желания Божьи, он решил произвести также исчисление израильтян. И случился мор. То есть то, о чем предупреждалось здесь, оно вдруг произошло. Почему? Ну, судя по всему, Давид, когда исчислял, он исчислял народ для себя, для того, чтобы он как царь, вот он хотел знать, сколько же в его царстве людей, да? Значит, здесь же говорится о том, что ключевым моментом исчисления является то, что каждый человек принадлежит Господу. И если помните, когда Петр с Ишо, уже после воскресения Ишо говорил с Ишо, Ишо его спрашивает, любишь ли меня? А тот говорит, да, люблю. Каждый раз Ишо говорил, паси овец моих. Вот это вот ключевое понятие для каждого человека, которого Бог поставил для того, чтобы что-то делать в общине. Мы должны помнить о том, что овцы его, и никто не имеет права сказать, это мои овцы. Потому что Давид подошел именно таким вот образом. Честно говоря, для меня достаточно странно, как Давид мог совершить две такие большие непростительные ошибки. Это вот переисчисление народа, после которого был мор, хотя Тора предупреждает о том, как это делать, каким образом это делать. Значит, и возвращение ковчега, когда ковчег посадили на телегу и повезли. Понимаете? Тогда как Тора предписывает ковчег нести на шестах руками. Некогда было изучать Тору, хотя впоследствии мы видим, что он все-таки, осознавая и признавая свои ошибки, исправлял их. Наше дело так же, когда мы видим, что мы в чем-то ошиблись, что случилась какая-то проблема, мы всегда должны раскаяться, признать свою вину, и Бог будет прощать и будет восстанавливать все это. То есть это очень интересный момент для нас. Мы народ Божий, мы его овцы, и никто не имеет права сказать, это мои овцы. И следующий момент, уже как слово к народу. Значит, вы все знаете историю с Золотым Тельцом, очень интересная история. Значит, и на этой неделе я узнал такую, ну, как бы другую историю, связанную как раз с Золотым Тельцом. В одной еврейской семье, в ортодоксальной семье, есть такая вот традиция, там, 10 детей. Значит, и вот родители, отец у них раввин, ну, значит, и он постановил своей семье каждый шаббат разбирать недельную главу со своими детьми. Замечательная традиция, я считаю. И вот одна из его дочерей задает вопрос. Папа, а скажи, пожалуйста, почему народ, когда увидел, что Маше долго не спускается с горы, неизвестно, что с ним случилось. Почему они не выбрали Аарона? Ведь, в принципе, ну, логично было бы, да? Ну, как бы, если нету начальника, то автоматом становится его заместитель. Правильно? Тем более, что Аарон, он, в принципе, был ближайшим родственником, был братом Маше, да? Значит, он также был, в принципе, в курсе всего того, что делал Маше, потому что Маше получал от Господа, передавал Аарону. И, ну, как бы, ближайшая кандидатура. И вы знаете, я когда услышал об этом вопросе, я тоже задумался. И первое, что пришло мне на ум, вот такая вот фраза «идеал» и «идол». Ну, в русском языке эти два слова, они очень созвучны. Знаете, интересу ради я набрал в интернете. Это словосочетание оказывается. Многие люди об этом задумываются, о том, что «идеал» и «идол» – это достаточно близкие понятия, и что между ними общего, и какая между ними разница. И вот, вы знаете, когда я размышлял обо всем этом, вспомнилось еще одно место из послания к Тимофею. Сейчас я вам процитирую. Пользуюсь всеми подручными средствами. Это 2 Тимофею 4.2. Нет, с 3 стиха. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Так вот, интересно, какой комментарий этому событию дал сам Всевышний? «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ Твой, который Ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца и поклонились Ему, и принесли Ему жертвы и сказали, «Вот Бог Твой, Израиль, который вывел Тебя из земли египетской». Значит, так вот, размышляя обо всем этом, я увидел такую интересную закономерность. Значит, ну, поскольку Аарон, хоть он в этой ситуации оказался послушным народу, все-таки это человек. Человек, который может встретиться с Господом и переменить свою точку зрения, и начать говорить людям то, чего требует Господь. Понимаете, намного проще сделать что-то, у которого выбора нет, которого вот можно поставить, смотреть на него, радоваться и делать то, чего хочется самому. То есть понятная идея? Мы предпочитаем очень часто себе таких учителей и наставников, которые действительно ласкали бы нам слух. Нам не очень приятно слышать о том, что у нас в жизни что-то не так, и нам что-то надо исправлять. Так вот, в принципе, грех золотого тельца, одна из его граней состоит в том, что народ не очень хотел исправляться. Он хотел оставаться таким, какой он есть, жить в довольстве, в комфорте. И, в принципе, мы видим, чем они занялись. Они сели есть, пить и веселиться. И это было приятно для их души. Но для Господа это было мерзостью. И поэтому давайте мы все-таки будем открыты тому, чтобы слушать наших наставников. Ты тоже вот изучая эту тему, я узнал, что, оказывается, в Англии есть такая интересная фраза «Обратись к своему наставнику до, а не после». Это тоже очень важный момент. Потому что чаще всего мы, к сожалению, решения принимаем сами. Мы думаем, что это идеальное решение. На самом деле оно приводит к каким-то печальным подследствиям. И тогда мы бежим к своим наставникам. Давайте, может быть, мы сначала будем обращаться к тем, кого Бог поставил, для того, чтобы помогать нам идти по тому пути, который Бог определил для нас. Тогда, я думаю, будет меньше поводов для разочарования. Спасибо. 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 Спасибо.